Да почему же так лагает, когда активируются сразу два ультимейта иксборгов? Как вообще с таким фпс делать киллы? А, тут же тут? Кхм, всем привет, это Бостон! Ещё вчера загрузился патч на основной сервер, но я чё-то немного приболел, поэтому видео выпускаю только сегодня. Мы протестируем почти все изменения по героям, без цифр занудства, чисто по фактам. Кстати, тебе тоже пришло приглашение на тестирование новой системы талантов, или это только мне так повезло? В любом случае, её ведут только 11-го числа, перед самым выходом Фредрина. Обзор этого героя уже у нас на канале, так что если не смотрел, срочно переключай видео. Шучу-шучу, конечно же, хотелось бы, чтобы ты вначале досмотрел и этот видос, а уже после переходи на Фредрина, если его не смотрел. Ладно, поехали разбирать патч. Ещё до выхода патча на основу у меня были очень большие надежды насчёт Мартиса, так как ему не хило так бафали урон. А урон в мобле очень часто решают, тем более под вторым навыком Мартиса хрен законтролишь. И мои надежды оправдались. Мартис сейчас действительно стал сильнее многих других бойцов за счёт увеличенного урона. Хотя топ-1 Мартис почему-то играет с эмблемами танка, и я даже не знаю, такая сборочка, конечно, имеет место быть. Но играть за танка Мартиса мне кажется слишком скучно. А вообще со стандартной сборочкой в урон и похищением жизни, конечно, он им будет. Стоит ли верить мунтонам покупать этого героя и тем более к нему скин, даже не знаю. Потому что, как показывает практика, он будет занерфлен в лучшем случае к сентябрю, а в худшем случае через неделю. Так что я пока отношусь с настороженностью к этому герою. И по имбам этого патча, пожалуй, всё. Хотя нет, есть ещё один герой, но о нём чуть позже. Пока поговорим про героев, которые не имбуют, но стали очень комфортными для игры. И, во-первых, это Иксборг. Только не стоит играть в обычки против других Иксборгов, особенно в скинах. Лагает безбожно. А так у героя за счёт Жезл Снежной Королевы появилось классное замедление без ощутимой потери по урону. Так что Иксборг, на мой взгляд, теперь снова войдёт в мету именно со сборкой через Жезл Снежной Королевы. По крайней мере, мне он очень понравился с этой сборкой. Хоть по описанию изменений в патче это непонятно, но Виксане увеличили урон за счёт того, что её рыцарь с ульты теперь бьёт сильнее и чаще. Плюс может ходить сам по себе, а ты в это время стоишь и не понимаешь, откуда тебе сыплются киллы. Нет, Виксана, конечно, не стала такой же сильной, как в своё время Ксавьеров. Но поиграть на ней точно стоит. Бенедетти также немного увеличили урон, но я бы не сказал, что на геймплей это критично повлияло. Как и с многими ассасинами, по большей части всё будет зависеть от твоих рук. Баданг в этом обновлении претерпел существенные изменения, и если бы ему не увеличили перезарядку навыков, то я бы сказал, что герой получился очень комфортный. Но перезарядки даже с предметами на снижение кулдауна жутко не хватает. Плюс к этому ему снизили урон с ульты и навыков. В общем, задумка с Бадангом неплохая, но не в этом обновлении. Будем ждать бафов или уменьшения перезарядки навыков. А вот Иммон, наоборот, меня очень сильно удивил. Казалось бы, ему всего лишь немного подняли урон с автоатак. Но за счёт этого он стал быстрее крепиться в лесу, быстрее зарабатывать золото и, соответственно, получать большее преимущество над врагами. Как следствие, Иммон становится на данный момент одним из сильнейших героев лесников, и это второй герой, кроме Мартиса, который будет имбовать после обновления. Все же остальные изменённые персонажи, на мой взгляд, сильно не изменились. Нерфанули трёх самых сильных танков прошлой обновы — Джонсона, Франка и Атласа. Но на них всё ещё можно играть, так как ослабление не критичное. Атласу уменьшили броню с пассивки и урон с первого навыка. Джонсону урон с ульты, а Франку увеличили перезарядку ультимейта. На мой взгляд, больше всего в этом патче досталось другим героям — это Тамузу, Карине и Нане. В этих героях ты точно заметишь негативные изменения, и играть на них вряд ли захочется. Хотя насчёт Наны, я думал, отсутствие замедления с Бумеранга скажется сильней. Так что, возможно, с Наной всё не так уж и плохо. Также в патче нерфанули Джулиана, Линга, Ван-Ван и Сесилиана. Но эти ослабления абсолютно незаметные. Эти герои продолжают играть, как и играли. То же самое можно сказать и про бафы Алукарда, Харита, Эдит и Горда. Вроде усиления по этим героям есть, но силушки богатырской им всё ещё не хватает. А вот Мелисса, хоть и написано, что герои не усилили и не ослабили, на мой взгляд, стала играть ощутимо слабее. Но из-за чего это произошло, мне трудно ответить, потому что сам я на ней не играю, а служу лишь потому, как на ней стали отыгрывать другие. И остались лишь Наталья, Фарамис и Инь, которые тоже по силе не изменились. Фарамис всё так же топовый маг на мид, Наталья всё так же уничтожает тонкие цели и не очень хорошо играет против танковых персонажей, а Иню как будто вообще ничего не изменили. Также в патче исправили множество багов, добавили новых, изменили отображение статистики в матче и добавили новые бесячие эмоции, которые можно купить на 90 дней за 51 алмаз. Но уже сегодня мунтоны принесли извинения и удалили эти эмоции из магазина, потому что они негативно влияли на игровой процесс и пообещали переработать озвучку этих эмоций. И ещё сегодня появилось событие на Вейла «Ледяной шторм». Уже на этих выходных 13-го числа должны появиться билеты к этому событию, в помощи которых по аналогии с прошлым подобным событием можно будет выбить все его эффекты на героический скин. И на этом всё. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова